всем привет давно хотел пощупать маленький портативный цапик от allo audio к сожалению я пропустил возможность купить себе их большой фирменный цап continental dual mono ну как большой он все еще портативный но намного крупнее современных вот этих вот мел мелких цапиков и в общем-то continental это судя по отзывам и по моему краткому опыту прослушивания действительно одно из лучших решений в мире портативных цапов с усилителями которые существовали но allo как известны как дочерняя компания teamfire audio и они решили выпустить цапик в модном нынче форм-факторе адаптер или переходничка проводка на английском их называют dongle или piggy tail в общем так и появился пилот построен он на базе модного чипа есс 92 81 компактный цап с усилителем и с поддержкой им кей так что этот цапик поддерживает им кей и dsd и высокое разрешение в общем то большая часть этого всего не особо полезно но это отдельный разговор что еще тут сказать стоимость его составляет примерно 130 долларов и на сайте самих allo audio он то ли распродан то ли не лучшим он его нет в наличии но к счастью у местных дистрибьюторов он еще имеется так что ссылку я добавлю в описании но пока давайте смотреть на него подробнее анекдот дня сегодня такой вину как раз на вино хорошо подходит к мясу а я полностью почти сделан из мяса и кто и такой тогда чтоб сопротивляться упаковка традиционная для кимфайр аудио слэш алло компактнее чем обычно но все равно дизайн общий угадывается сзади не даже подписали тут dsd и pcm mqa внутри находится основная коробочка ожидаемо тут даже есть какая-то компактная инструкция не знаю что правда здесь можно было писать хотя вот из полезного тут расшифровка цветов индикатора синий меньше 48 килогерц красный больше и magenta mqa если бы не светодиодик кто бы не знал что играет mqa и знакомый уже нам чехольчик но тут он в одном отделении они в двух как обычно и в нем находится сам этот переходничок он действительно компактный потрясают чудеса современной микроэлектроники которые позволяют цап с усилителем разместить просто в usb type-c штекер сам штекер самый простой дальше короткий фрагмент провода матерчатой изоляции есть защита от переломов на входе в коннекторы и тут обычно 3 с половиной миллиметровое гнездо в которое просто включаются наушники и поэтому тут все довольно просто и очевидно вот кстати тут этот светодиодик индикаторный логика использования простая с одной стороны включаем его там в телефон или источник может быть в ноутбук другой стороны включаем наушники либо просто цепляем его на наушники и навсегда оставляем там еще в комплект положили вот такой вот переходник на lightning то есть пользователи айфонов тоже не обделены понятно что им придется страдать так как длина заметно увеличивается вместе с риском для любимого айфон чека но с другой стороны с учетом того что это условно бонусный аксессуар то что они его положили в комплект называется спасибо лучше чем никак но в общем то вот такое вот получилось устройство внешне ну и конечно же поговорим о звуке в роли транспорта будет выступать хибер 8 во первых у меня в него загружена медиатека подходящая а во-вторых смартфон у меня занят все равно снимает это видео поэтому покупать второй смартфон ради того чтобы использовать его как транспорт глупо роли транспорта можно использовать любой плеер разницы большой не будет будет так так же как и с телефоном особенно если использовать ее и пипи в режиме прямого доступа но и тут я так и делаю понятно что цапик от алло аудио лучше всего ведет себя с наушниками собственно от кемпфайров поэтому последний у нас сегодня на столе будет представлять андромеда 2020 года если правильно помню они даже этот цапик давали в комплекте по моему с солярисами 2020 года или с какой-то лимитированной версии вот не помню где-то они его клали в комплект кстати он немножечко греется когда подключен но я бы не сказал что сильно так немного ну а по звуку в общем-то тут сделан максимальный упор на натуральность естественность и правильный очень баланс разрешения и веса то есть он не пытается уйти максимально в микроконтраст но разрешение очень хорошее и при этом не пытается там добавить много веса но то что есть отыгрывает хорошо немножечко добавляет весомости чтобы компенсировать плохие записи но не перебарщивает с этим я встречал версию о том что все цапы с таким чипом будут звучать одинаково но я не помню чтобы у меня было что-то на этом чипе но может быть я просто забыл но пилот не звучит не похоже ни на один другой цапка из тех что я тестировал так что все-таки может быть есть какая-то разница иногда это бывает какие-то прошивки какой-нибудь маленький конденсатор в питании еще что-нибудь в общем маленькие нюансы иногда дают заметную разницу но поговорим о звуке по порядку низкие частоты хорошо контролируются уходят на максимальную глубину особенно если использовать его с внутриканалками с полноразмерными наушниками средней и хуже чувствительности иногда слышно что ему не хватает динамики он просто не может получить от источника достаточно питания поэтому для полноразмеров особенно тех что там средние или более тугие лучше вообще использовать что-нибудь со своим аккумулятором то есть в данном случае обеспечивается более стабильное питание и лучше динамика но с внутри каналками проблем никаких очень хороший баланс разрешения и веса техничность в общем практически отыгрывает бас нейтрально позволяя наушникам показать себя такими какие они есть хорошая передача мелких нюансов что дает в общем-то очень неплохую естественность и звучание инструментов но при этом когда 3 какой-нибудь басисты из кучи синтезированных низких частот тоже в общем-то все удается на очень хорошем уровне вот фирменный синий светодиодик который показывает что у меня треки не высокого разрешения ну и в качестве первого примера так нет хиби плеер нам сейчас не нужен я ее и пипи использую как обещал deep purple sky made in japan deluxe редакция очень классный концерт я его люблю ну а тут его еще и хорошо с ремастер или в принципе запись получилась максимально аудиофильская насколько это возможно для живого концерта хард-рока и smoke on the water я думаю многие понимают почему он тут это тот момент когда вступает в основной пары в основную часть инструментов вступает бас-гитара и этот момент звучит очень круто очень здорово на концерте он особенно заметен и подчеркнут при ремастеринге тот который мастерил видимо понимал что люди любят и этот цапик отыгрывает его здорово ну и понятно что тут во многом заслуга андромеды средние частоты очень сбалансированы с хорошим разрешением но без сухой мониторности ухода в микроконтраст с легкой добавкой веса но без того чтобы это портило динамику или дело что-то не на скажем не натуральным на плохо сведенных треках немножечко добавляет веса на тех которые нормальные просто отыгрывает столько сколько есть дает хорошую телесность инструментом вокалу и так далее понятно что скажем опять же по динамике внутри канал коми в первую очередь он создан играть но тут этого ожидаешь очень натуральный естественный приятный звук со сцены заметно больше среднего она не прямо огромная максимально но скажем из 10 баллов где-то на 7 если считать что 5 это средняя по размерам сцена получается и в качестве примера ильена от марс вольта до сих пор жалко что коллектив распался прекрасное было у них безумие музыкальное и этот трек когда первый раз услышал думал что что-то случилось с цапом не с этим это было еще задолго до того думал что что-то произошло но по факту оказалось что это просто у них такой интересный эффект цифровых искажений в начале не знаю зачем это было сделано что символизирует но марс вольта всегда что-нибудь наворачивают и тут много гитар перкуссии вокал все это довольно динамичная малей маленькой закомпрессированная но цап это разгребает разбирает отыгрывает на очень неплохом уровне ну и верхние частоты тут в принципе все тоже нормально хорошая протяженность нормальное разрешение правильная отработка атак затуханиями что еще очень базовая но присутствует слоистость что дает хорошее насыщение обертонами естественно всякие затухания тембрально богатые штуки удаются ему более-менее прилично понятно что не сравнить с чем-то топовым вроде плеера но справляется неплохо в качестве примера dream setter this dying soul это прекрасный трек много всякой перкуссии и сложные паттерны различные темп меняющийся и поэтому нужно хорошее как сказать хороший вот игрушек верхних частот и этот цапик это обеспечивает интересно все таки что что заглючила заплющила с этим самым все пипи или конфликт какой-то с хиби музыкой произошел фоново которая тоже пыталась достучаться не знаю в общем то до этого часов 8 играл нормально ладно это не так важно я думаю что то при использовании можно найти подходящий паттерн фактически просто не используйте два плеера на устройстве одновременно так вот что про него еще сказать по совместимости он создан для внутри каналов и там он себя показывает просто отлично ведет себя хорошо очень низких уровень фонового шума никаких там шорохов или еще чего-то с полноразмерными наушниками чувствительными хорошо но средней чувствительности выше уже требует какого-то своего аккумулятора если говорить о сравнениях то буквально несколько опорных моделей потому что реально скажем многие цапы похожи очень друг на друга и я сравнивала всего с несколькими поэтому с остальными даже и говорить не буду в общем что там нас есть лату пав с 1 ним больше подчеркивает эмоции больше подчеркивает динамику этот более сдержанный чуть ближе к натуральности хидис с 9 больше уходит микроконтраст звучит мониторнее суши и с большим вот этим вот подчеркиванием мелких нюансов но скажем иногда он перебарщивает шарпом где-то едет ко мне с 9 pro тоже надеюсь его в ближайшем будущем послушать но посмотрим когда доедет что там еще довольно похож на самом деле на btr 5 в режиме подключения по usb но тут чуть более натуральный с немного лучшим распределением веса на средних частотах айбасовские дисси плееры чуть грубее звучат тут все-таки немного больше проработка мелких нюансов и более натуральный звук немного но шанлинговский цап и там понятно будет больше веса не для тех кто любит больше более массивный звук так что вот такой вот получился цап у алла аудио фактически они создали цапик для сыну или не создали я не знаю заказали где-то забрендировали под себя или разработали с кем-то совместно тут не угадаешь но в общем они выпустили этот цап для своих моделей он с ними сочетается хорошо но и со многими другими внутриканалками тоже так что спасибо за внимание